всем привет сегодня был экзамен по биотехнологии вот у нас есть три урока видите первая часть вторая часть третья часть и эти все три урока по ним по всей теме биотехнологии был сегодня тест ну то есть экзамен сейчас будем разбирать вопрос этого экзамена но я хотел бы обратить внимание всех вас что эта тема она очень важно конечно все темы важны которые мы проходим нашем курсе но честно сказать вот эта тема она выделяется потому что она важна потому что часто встречается на не пятах потому что здесь больше не знания больше надо анализировать данные и приходить какому-то выводу а также она также очень важно именно в не в олимпиаде а науки то есть те кто занимается наукой они те кто будет будущем заниматься наукой для им обязательно это нужно знать поэтому если у вас есть какие-нибудь знакомые или друзья олимпиадники которые эти уроки не посмотрели вы обязательно скажите им то есть если с одной школы я не участвую за твой класс тому выше ниже обязательно скажите им чтобы они это все тоже сделали хорошо прежде всего давайте посмотрим на результаты вот нас максимально 80 баллов один человек набрал 76 один человек на 25 потом все два есть 615 251 50 49 два человека набрали 42 один человек 40 один человек 38 но большинство они вот здесь вот большинство меньше 30 вот эти 0 это два человека это не считается это я пробный делал сам чтобы посмотреть как реагируют ответы то есть в основном все все здесь поэтому какие-то проблемы значит есть давайте их рассмотрим сегодня средний 21.17 из 80 и поехали в метод рекомбинатной днк и так метод рекомбинатной днк термин вектор относится здесь ответ 4 плазмиды используем для переноса днк в живую клетку смотрите плазмид то есть вектор это любой какая-нибудь такая конструкция которая нужна для того чтобы этот ген переносить откуда-то куда-то то есть если мы ген переносим с одного места на другое называется вектор и вот здесь вот на свете в метод рекомбинатной днк термин вектор может относиться к плазмиде используя переноса днк в клетку то есть будет 4 ответ идем дальше одно из возможных применений трансгенных растений производства белков человека таких как вакцины что следующее является возможным препятствием которые необходимо преодолеть дать сильно растение я на уроке вот именно уроки когда будем я об этом либо вообще не говорил либо очень быстро сказал об этом не останавливался не останавливался подробно дело в том что растение у них вот этот генетический аппарат то есть них есть гены да но как механизм контроля этих генов он очень сильно отличается от такого у животных и если вы вставляете ген в геном растений он наверняка там работать не сможет понимаете то есть смотрите когда у нас когда у вас вот скажем из вставляет вы вставляете днк животных то есть гены животных в растениям мы обязательно используем ти ай плазмиду те кто видел урок знаешь это такое такая бактерия есть агробактерию да в ней есть вот это плазмида называется ти плазмида вообще в природе эти бактерии они специально эту плазмиду вставляет в клетки растения и потом они сами собственные гены бактерии вставляют в геном растений из-за того что они это делают уже очень много времени там много много миллионов лет в это ти плазмида она вставляется таким образом что эти гены они потом работают а если мы возьмем и ген ставим в геном растения без ти плазмиду так сами напрямую он там работать не будет понимаете и поэтому какая здесь есть трудность здесь скорее всего ответ третий должен быть если не ошибаюсь использование растительных лет для трансляция мрнк нерастительного происхождения то есть мы должны эту проблему решить один из способ решить это ти плазмиды как раз таки и вот это вот будет правильный ответ ну если посмотреть другие варианты необходимость готовить все-таки россии пих употреблением то есть нет и надо готовить наоборот если мы будем готовить готовить значит там не знаю варить жарить они вот эти белки распадаются пищеводная система все равно человек не будет эти белки через пищеводную систему поглощать потому что в пищеводной системе белки будут расщепляться приотвращение потребления вакцина задержащих растений насекомыми но это принципе у всех россии не такое есть ли я думаю это не проблема ее можно сразу просто решить и приотвращение передачи растительных аллергенов вакцины это есть при любой при любой вот это геноинженерии то есть когда мы вставляем белки чужого происхождения то есть бактериальные другие то есть здесь могут быть такие побочные эффекты но их просто их легко преодолеть тем что мы просто наш белок должны высоко очистить очистить так чтобы не было там других примесей хорошо я напоминаю что вы в любой момент можете задавать вопросы вы можете писать вопросы в сообщениях можете писать вопросы то есть можете включать микрофон и говорить вопросы свои задавать вопросы уточняющие или можете говорить в том случае если ошибка есть ошибка вопросе или скажем там ошибка в ответах сон гранатиндар обязательно идем дальше итак у вас есть множество копий одного сегмента днк вы разделяете эту смесь на четыре равные части три из них вы подвергаете обратной обработке разными ферментами инструкции то есть ну понятно да днк одно и то же везде но мы эту днк четырех вариантов обрабатываем и первый вопрос здесь какой из этих вот под каким номером раствор днк который не обрабатывали никакими респекта здесь сказали что из 4 3 обрабатывали то есть значит днк который мы заложили она не расщепилась на сегменты на части она осталась таким целиком получается если она осталась целиком то тогда они все должны одинаково длины то есть будет должен быть должна одна полоска и плюс к этому еще они должны быть самыми большими потому что если при обработке другими там скажем рестиктазами днк будет разделяться понимаете ну давайте вот здесь я вам покажу вот так вот то есть например смотрите вот у нас днк вот она такая длинная скажем да если мы ее хоть где-нибудь в каком-то месте порежем то получается у нас уже будут не одна а две или три даже больше полосок и они будут эти полоски ниже находиться по электрофорезу потому что они дальше продвинуть вот в этом месте видео туда вниз и получается у нас третий ответ третий ответ как раз таки то днк который не делится на части и остается целиком теперь следующий вопрос спрашивают под каким номером да конечно вот при ведущем вопросе я тоже 3 отметил но это неправильно вышло там тест говорит что 4 должно быть нет нет 3 вот ты же правильно написано 3 3 как не засчитала что-то нет не может такое быть ты можешь перепутал с этим вопросом но здесь видишь компьютере в самой программе заложено что ответ 3 и он после этого там да теперь здесь идем вот следующий вопрос который похоже что здесь у нас спрашивалось только какой из них не расширяется получается не обработал с никакими ресторазами это третья колонка третий образец теперь следующий какой из этих образцов обрабатывали днк рестораза которая разделила в одном месте то есть если она разделяет в одном месте представим себе что вот например скажем о среде вот она в этом месте разделила у нас получился один такой кусочек а другие кусочек b и когда мы закладываем это в электрофорез они вот так вот в электрофорезе будут спускаться вниз то есть а конечно будет спускаться быстрее кажется чуть ниже да например а был он будет спускаться чуть медленнее потому что он длинный он окажется наверху и вот этому соответствует этому соответствует 4 вариант эти 4 вариант это правильный вот он 4 это будет правильный ответ то есть именно в этом образце в четвертом рестораз разрезается одном месте есть вопрос у вас 2 неправильно почему 2 неправильно прошу тебя тоже об этом думал много смотрите здесь то есть давайте представим себе когда у нас вот днк разделяется вот таким вот образом да эти днк они потом двигаются же и по сути вот они должны быть в одинаковых количествах то есть а и б должно быть в одинаковом количестве что это значит когда они когда какого-то образца днк больше причем намного больше то он должен быть толще всего длини она будет толще выглядеть понимаете вот здесь посмотрим сюда на вторую на вторую полоску то мы видим что в это верхняя она намного толще чем нижняя скорее всего вот здесь вот вот в этой полоски днк больше чем вот вот здесь вот как это можно объяснить то есть получается мы же мы же закладывали одинаково то есть вот днк частицы если она делится в одном месте они должны быть в одинаковом количестве и киуди и поэтому полоски должны быть как в четвертом варианте они конечно будут в разных местах но они будут одинаковые толщины и скорее всего может быть одно из этих объяснений которые вам предлагаю скорее всего надрез был вот таким образом смыть и вот давайте вот здесь вот один надрез и вот здесь вот надрез получается здесь нас получается а сегмент bc но а и c получилось что они очень близки друг другу по длине то есть они по длине почти одинаковые и в таком случае у нас короткого сегмента будет меньше чем вот этого длинного сегмента сегут два раза больше понимаете то есть у нас произошло есть как вот эти вот полоска которая сверху она является результатом двух этих сегментов а и c вместе и поэтому их два раза больше чем здесь пошли здесь только б понятно вопрос есть нет хорошо идем дальше поэтому здесь ответ только 4 они 2 то есть 42 я понимаю многие ответили это видел но нет теперь в этом вопросе здесь ничего не видовать его так вот сделаю просто тупо это очень легко молекулярные ножницы это ферменты рестрикции раздеть разные молекулы это гель-трофорез днк сделаны из двух разных этих генов так вот это нету а днк сделаны из двух из днк двух разных видов это есть рекомендатор днк это днк именно с двух разных видах может лечить кистотный фиброз такого нету из этих вот не методов никто такого может не не может сделать и быстрое размножение небольших молекулы днк это пцр это пцр ну здесь все понятно следующий вопрос какой следующий проблем с планированных животных могут привести к преждевременной смерти клонов вот давайте здесь порассуждаем смотрите ну а ты сразу говорю аномальная регуляция из-за вариативного вариантного метилирования смотрите когда мы делаем то есть когда мы проходили вот на из предыдущих наших уроков вот контроль экспрессии генов там говорили что метилирование когда днк добавляются эти вот метильные группы это днк она обозначается как то днк который не будет работать понимаете то есть она перестает работать и соответственно эти гены они не будут работать в организме то есть например скажем в какой-то клетке например скажем какой-то клетке есть днк да там так скажем днк и она очень длинная там нереально много его и вот эти днк находятся гены скажем здесь вот ген а здесь пускай ген b не с ген c там на другой хромосоме ген е ген w и так далее короче со вот эти они все стоят и вот в какой-то клетки в определенной клетки ткани которые уже модифицировал здесь на при скажем а даже например w и m они метилированы значит скорее всего они не будут экспрессироваться в этой клетке понимаете а b c е и л они будут списывать потому что у них нету метилирование так вот если мы возьмем самую начальную клетку например скажем сам раннем развитие бренальна вот когда зигота делится же на четыре клетки на восемь вот этих восьми любую клетку возьмите у нее почти не будет генов которые метилированы то есть может быть вообще не будет такие гены такие гены они появляются метилированные гены когда клетки начинают дифференцироваться то есть превращаться в какую-то уже клетку какой-то определенной ткани так вот когда мы клонируем животных мы должны взять клетку из уже имеющихся животного а у него почти все его клетки они являются уже дифференцированными и у этих клеток есть гены которые вот так вот уже закрыты метилирование ведь вот они закрыты если мы эту клетку используем для того чтобы создать новый организм вот эти гены им тяжело то есть скорее всего они и так не смогут заработать и получается у нового другого организма эти гены они во всех его клетках не будут работать даже в тех местах даже тех тканях где эти гены нужны чтобы они работали и поэтому организм будет либо очень очень слабо больной и с множественными нарушениями либо он вообще не будет рождаться окей вопрос есть нет обрыв то есть обрыв это значит вот этот терминация да неожиданно ток-ток ди дизокси рибонуклеиновой нуклеотидной цепи это метод секвенирования днк то есть помните когда секвенирование происходило там каждый раз когда добавляется дизокси рибонуклеотид вот это вот секвенирование то есть полимеризация днк прекращается то есть ответ будет секвенирование днк этот метод еще называется секвенирование по ценгеру давайте посмотрим здесь три сообщения пишут в группу что именно повторить если вы просите повторить вы немножко уточняйте что имя повторить идем дальше хроническими мелогенный лейкоз возникает результате транс локации но это вы читали все теперь смотрите в чем основная суть рецептор тимезинкиназа она сверх экспрессия сверх экспрессии значит этого рецептора его очень много из-за того что его очень много он работает сверх своей меры и из-за этого возникает нарушение ну скорее всего клетка будет раковая клетка скорее всего поскольку это рецептор может быть это рецептор который именно принимает сигналы от факторов роста и заставляет клетку дальше делиться несмотря то что она должна уже остановиться. Так вот, на уроке мы тоже об этом говорили. Вещество кливок или иммонитип, она решает эту проблему каким образом? Смотрите, он метилирует хромосомную транслокацию. Вот если логично рассуждать, как одна молекула может метилировать одни хромосомы и не метилировать другие. То есть, либо она полностью будет метилировать всех подряд, либо она будет никого не метилировать. То есть, она не сможет избирать, потому что это просто молекула же. Это не живой организм там, и тем более неразумный. Дальше. Устраняет хромосому Филадельфии. Но если мы устраним филадельфийскую хромосому, тогда мы потеряем нужные гены. Поэтому тоже не вариант. Уталяет филадельфийскую хромосому клетки-предшественники. Но это тоже. Вряд ли вещество может убивать одни клетки и оставлять живут другие. Одно, если это одна молекула, она будет либо всех убивать, либо никого не убивать. Препарат подавляет репликацию пораженной хромосомы. Ну, это тоже. Как ему определить, именно какая хромосома нужно остановить. И вот последний ответ правильный. Этот препарат, он специфически тормозит или подавляет рецептор тимзинкиназа. То есть, специально такой, какой-то, может быть, пилок, который вот так вот связывается, узнает и связывается с рецептом тимзинкиназа и, соответственно, подавляет его активность. Давайте посмотрим сообщение. Шестой вопрос. О, Господи, шестой вопрос. Кайсэ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я, мне кажется, про него много, много сказал про этот вопрос. Метеллирование, кроще полоса, значит, гены не работают. А если ты хочешь планировать животное, у тебя должно быть, чтобы все гены работали. Идем дальше. Так, 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 так. Следующий, вот этот вопрос. Сегмент ДНК показанной рисунки имеет сайт рецептикции 1,2, который создает рецептикционные фрагменты А, Б, Ц. Какой из гелей получены? Ну, короче, смотрите, вот у нас вот такие ДНК было. В этом месте порезали ДНК, ферменты рецептикции, в этом месте порезали, и у нас получилось три сегмента. А, Б, Ц. И будет вот такой вот именно электрофорез, смотрите, второй вариант правильный, потому что ДНК движутся из минуса к плюсу, Ц останется близко к исходнику, откуда он начал, потому что он большой и он тяжелый, он будет медленно двигаться. Б, самый короткий, он убежит далеко вперед, а А будет чуть-чуть ближе к Б. То есть вот такой именно будет, Ц, А, Б. Второй вариант подходит, а третий, четвертый не подходит, хотя здесь тоже Ц, А, Б, потому что четвертому у них нету разницы, то есть не такая сильная разница в размере. То есть именно второй вариант показывает, что сегмент Ц, он намного длиннее А и Б, а А, она чуть-чуть длиннее Б, то есть не так сильно. Видите, как вот Ц, он намного длиннее А и Б. Короче, ответ будет Б, вот, то есть второй ответ будет. Если есть вопросы, спрашивайте. У какой из этих молекул ДНК будет самой высокой точкой плавления? Вот у нас три варианта. Давайте посмотрим на них ближе. Здесь между вот этими нуклеотидами, как вы помните, между нуклеотидами А и Т, две водородные связи. Ну, давайте так сделаем, учитывая то, что здесь много людей участвует, может, некоторые не знают, что на самом деле точка плавления, это значит, что две цепи ДНК должны разойтись. То есть, видите, вот эти две цепи ДНК, они должны отойти друг от друга. То есть, если они расходятся в разные стороны при низкой температуре, вот, скажем так, 50 градусов, значит, у этой ДНК низкая точка плавления. А если эти две цепи ДНК расходятся при высокой температуре, например, при 85, тогда это значит, что у ДНК высокая точка плавления. Получается, вопрос спрашивает нам, нужно найти ту ДНК, у которой две цепочки будут расходиться друг от друга при температуре выше, чем у других двух. Понимаете? И здесь мы просто должны взять, посчитать количество водородных связей между цепочками. То есть, количество водородных связей между цепочками показывает, насколько тяжело эти две цепи оторвать. И у той молекулы, у которой количество водородных связей между цепочками будет больше, у нее и будет самая высокая температура плавления. И теперь смотрите, мы знаем, что между А и Т, между нуклеотидом А на одной цепочке и нуклеотидом Т на другой цепочке есть две водородные связи. А между нуклеотидом Г и С есть три водородные связи. И вот, зная это, мы просто должны посчитать количество водородных связей на каждой из этих молекул. И у нас выйдет, что именно второй вариант, молекула номер 2, имеет самую высокую точку плавления. Можете перепроверить. И если будет не так, тогда скажите мне. А мы пока идем дальше. Следующий вопрос про ИСУЛу, который осуществляет биологию. Вот у нее ДНК длины 800-300 пар оснований, два фрагмента, были получены обработки ХИН-3. В общем, вот это вот ДНК, видите, ДНК, видите, у нее здесь ХИН-3, есть сайт-рестрикция вот в этом месте. И также есть еще сайт-рестрикция для ЕКО-Р1. Она вот в этих двух местах режет. И видно здесь, какие получаются фрагменты вот в результате этих всех обработок. После анализа результатов, она была очень удивлена наличием в деле большого количества полос. То есть, смотрите, у нее было ДНК, которая вот, скажем, ДНК, она делится, обработала ХИН-3, и получается, это одна ДНК поделилась на одну часть, которая 300, и здесь 800. Получается, у нее в пробирку, она, в эту пробирку, она пихает 300, вот это ДНК, это 300 по основанию, 800, 800, плюс она туда пихает легазу для того, чтобы эти два кусочка соединились друг с другом. Понимаете? И она хочет получить вот эту вот искомую ДНК длиной 1100 пар оснований. Вот, пар оснований. Килобейспейер, это пар оснований, 1000. Но, как здесь показано в вопросе, она, после того, как она это сделала, она увидела, что помимо того, что есть 1000 пар оснований, ну, 1001, есть также много других. Вот здесь видите, много других. Вы, больше, меньше. И вот вопрос, почему, как можно объяснить результат? Объяснить можно тем, что, вот когда мы разделили же их, мы же разделили их с помощью ХИН-3, здесь у этих двух молекул ДНК остались липкие концы. Получается, в пробирке плавает много молекул 300 и 800, то есть у них длина 300 и 800, у них липкие концы от ХИН-3, и когда мы добавляем лигазу, лигаза начинает их сшивать, но при этом не обязательно, что именно 300 соединится с 800. Может быть так, что фрагмент, который 300, длиной, соединится с другим фрагментом, который тоже 300, потому что у них тоже одинаковые липкие концы. Может быть такое, что фрагмент, который 800, длина, соединится с другим фрагментом, тоже 800. Или может быть такое, что ДНК, у которого 800, длина, соединится с двумя, те, которые по 300, 300, 300. И вот, короче, в разных комбинациях они будут соединяться, там 4, 5, 6 кусочков могут соединиться, и поэтому у нас будет много различных вариантов, и поэтому ответ здесь будет, наблюдаемый характер распределения полосы является результатом, что там было, результатом соединения случайно выбранных фрагментов. То есть, да, случайно выбранные фрагменты соединяются, не обязательно, что два именно соединятся, может быть 3 соединяются, может только один останется. Видите, вот здесь вот, вот это вот 0,3, то есть 300 пара оснований, это которые 300, ни с кем не соединятся в случае. 0,6, это скорее всего вот эти 0,300 и 300 были в рамках после ЛД, получилось 600, вот это 8, это 800 сам по себе плавать, ну, 1.1 это вот этот месте, 1.9 это скорее всего какие-то тоже там изменения. Ну, в общем, так, диктер, коздар. Продолжаем. Следующий вопрос также про Айсулу, то же самое все условия, но здесь немножко другой вопрос. Через 8 часов, она взяла, если взять через 8 часов из реакционной смеси вторую пробу, что из следующего можно ожидать? Что из этого можно ожидать? Скорее всего, то есть смотрите, вот эти вот опять, давайте возвращаемся к этой воображаемой нашей пробирке. В этой пробирке плавают очень много копий 300, вот этих вот 800, а также легалы. И, как мы знаем, они будут, эти 300-800, в разных вариантах, в разных комбинациях, наугад соединяться липкими концами друг с другу, а легаза будет их сшивать. Но у них же с двух сторон липкие концы, видите, с этой стороны и с этой стороны липкие концы, и поэтому, если им дать еще время, то вот эти вот соединенные кусочки, они будут соединяться еще с другими соединенными кусочками, и таким образом, каждый раз ДНК будет становиться все длиннее и длиннее. То есть, она будет расти в длине, при этом падать в количестве, и поэтому ответ будет тот, что со временем более интенсивно окрашенные полосы будут высокой мулькарной массой. То есть, постепенно, вот эти, которые, видите, в жогарда, сверху, полоски ДНК, они будут становиться все толще и толще, а те, которые вот так вот внизу, они будут становиться все уже и уже, или вообще исчезнут даже. То есть, внутри, скорее всего, исчезнет, и 0,6, и 0,8. А зато будут появляться вот эти вот более тяжелые, 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 то есть, они здесь вот будут накапливаться. Вопрос есть у вас, кстати? Что-то все молчат? Вопросов нет. Рахмет, идем дальше. Дальше идем. здесь, короче, вот, айсулу, она получила ожидаемые две полоски 800-300 пар оснований для подтверждения, так, подожди, а вот, она, короче, айсулу интересует фрагмент именно вот это 1100, то есть, это айсулу, поймает агент, вот это 1100, менсиону, аламнид. Поэтому, она и извлекает из геля фрагмент величной 1.1. То есть, видите, фрагмент 1.1, вот так, вот, кисып, она вот оттуда извлекает ДНК и подвергает часть образца расщеплению при помощи ХИН-3. То есть, вот у нее полностью 1100, ДНК она нашла, потом обратно подвергает его расщеплению ХИН-3, получает ожидаемые две полоски 800-300 пар оснований. Ну да, ХИН-3, вот уртас на бюллет, 300-800 получилось. Для подтверждения институционной карты она подвергает оставшийся образец полному расщеплению при помощи ЭКОР-1. То есть, вот этот, который образец остался, мы подвергаем расщеплению ЭКОР-1 и какое распределение полос мы получим. То есть, еще ЭКОР-1, видите, здесь тоже они есть же. Какое расщепление полос мы получим, ответ будет второй. Здесь плохо видно его, к сожалению. То есть, смотрите, у нас мы обработали это вот этим вот начали, давайте я вернусь. Мы обработали ХИН-3, получается, там уже 300 есть, 800 есть, но еще ЭКОР-1 обрабатываем. ЭКОР-1, она вот этого 300, от Асана Бюлет, то есть, посидели на его разрезать, и мы получаем 100 и 200 еще. К тому, что у нас 300 есть, еще 100 и 200. Потом вот этот вот 800, тоже вот здесь вот УРТАСНОБУЛЬ нет, И мы получаем еще 100 и 700. Не понял, именно что именно не понял. Ну вот я объясняю ответ, смотри. То есть, у тебя было, давайте, ладно, я здесь нарисую, чтобы удобнее было. Вот здесь, короче, мы разрезали же, здесь у нас 300, здесь 800, потом мы еще ЭКОР-1 режем, ЭКОР-1 еще вот здесь вот режет, то есть здесь, видите, 100, здесь 700, здесь 100, но при этом, смотрите, давайте посмотрим на ответ. Вот, здесь есть и 700, и 800, и 900 еще есть, помимо того, что 300, 201, вот эти вот 900 откуда взялись, давайте обратно вернемся к этой карте, дело в том, что если она обрабатывает оставшие ДНК и ХИН-3, и ЭКОР-1 вместе, они не всегда могут прям полностью вот по всем сайтам института поделить, они иногда могут немножко оставить, то есть это 800, она может, видите, 800 и плюс этот 100, то есть ЭКОР-1 может вот вот в этой стороне отрезать, скажем там, 200, да, но не отрезать здесь, поэтому ХИН-3, например, тоже если не режет, тогда получается вот этот кусочек 200 плюс 700, он как бы останется вот так вот, вот 200 и 700 будет плавать, то есть 900 будет плавать вместе. Получается там, как бы, если, конечно, мы долго их продержим, скорее всего, она полностью так расщепится, но при этом 900, она, если мы сразу вытащим их и сразу вот так вот на ЭКФРС поставим, то, скорее всего, там будет и 900, и 800, и 700, 300, 200, 100. Солинда, то есть как бы вот эта часть, видите, вот эта часть, она может остаться неразрезанной. Солинда? Такой ответ, вопрос есть у вас? Ага. А как останется 900, если сначала они разрезаны на 300 и 80 фраз? То тогда же не астинь-то не разрезаны места. Она же сама сделала, разрезала. Да, 800 и 300 парк на вами оставшиеся. Нет, оставшиеся, это, вот, когда оставшиеся, это, смотря, как понять, оставшиеся после того, как мы 800-300 поделили, или до того, вот, например, ДНК было 1100, а после, она одну часть поделила 800-300, а другую полностью ДНК взяла и поделила ЕКОР-1 и ХИН-3, или только ЕКОР-1. То есть, от этого зависит, как ответ. Ну так, я понял, что она оставшаяся, значит, она полностью 1100 поделила ЕКОР-1 и ХИН-3. Или я не так понял? То есть, первое, разрезает ХИН-3, потом уже и поделила. На 800 и 300. Первое, ХИН-3, разрезает. Получается, тогда, да, можно понять и так, как ты сказал. В таком случае, да, здесь уже будет зависеть от того, как ты понял. Ну да, то есть, такой немножко некорректный вопрос, или, может, я его не так понял. Если кто-то понял его лучше, можете включить микрофон и объяснить нам всем. А пока я иду дальше. Следующий вопрос. Сколько молекул ДНК с необходимой нам длиной образуется после 4 цикла ПЦ? Необходимая нам длина дигейном резне. Необходимая нам длина, это значит, именно вот это вот, видите, с синеньким цветом отмечен же, вот именно вот этот вот сегмент ДНК. Здесь, если вы понимаете, посмотрите, давайте я здесь лучше открою саму презентацию, там это более так наглядно выглядит. Может, должно быть в бруде 16. Ну, давайте сейчас разберемся. Так, 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 так. Где у нас под ПЦ начался? Вот смотрите, по идее, когда мы закладываем, мы закладываем очень длинную ДНК туда. То есть ДНК, она может быть вообще такая очень-очень-очень длинная. Вот такая. Ну, я вот здесь давайте напишу. быть там несколько десятков тысяч и даже сотни тысяч длинной пары нуклеотидов. Но интересующий нас ген находится именно здесь. Видите, вот здесь он находится. Вот это очень важно понять. Вот, кстати, вот в этом, из-за того, что в эту суть не понимают, многие допускают ошибки. Вот тебе нужно умножить не всю эту ДНК, которая вот, она, представьте, что она еще, и дальше туда идет, и дальше туда идет на очень многое. И там в этой ДНК находятся сотни генов, может быть, тысячи генов, но тебе нужно именно ген А, вот это именно, именно ОС и ген. Зная последовательность вот этих вот, всей цепочки, ты специально подбираешь праймеры, которые будут узнаваться в этом месте и в этом месте. То есть праймеры, которые комплементарны последовательностям по обе стороны от этого гена. Вот с этой стороны, с этой стороны. Видите? Понимаете? Теперь, эта ДНК, когда она первый раз так расходится, помните, она вот так расходилась же первый раз, вот в первом цикле. Конечно, две цепи очень длинные, но из-за того, что праймер стал, например, вот здесь вот он стал с этой стороны, и отсюда ДНК полимераза начинает в эту сторону так вот копировать, создавать вторую цепочку. У другой цепочки, поскольку она антипараллельна, праймер становится с этой стороны, и здесь в противоположную сторону ДНК полимераза создают вторую цепочку. То есть, после первого цикла у нас уже вот эти две новые ДНК, видите, две новые ДНК, верхняя и нижняя, вот одна, эта вторая, вот они уже содержат одну цепочку полностью той длины, которая была изначально, а вторая цепочка, она с одной стороны такая же длинная, но с другой стороны она обрывается вот на этом праймере. Понимаете? Теперь давайте вот мы эту самую, одну из этих ДНК возьмем сейчас, вот одну из этих ДНК, я обратно беру, вот она, видите, и она обратно расходит, то есть, начинается второй цикл, она обратно разошлась, здесь у нас, помните, вот она, почему я вот так посередине начал, потому что здесь вот праймер вставал сюда, теперь она разошлась обратно, и обратно образуется здесь, например, скажем, вот здесь становится праймер, и на длинной цепочке создается вторая, ДНК по-другому разу строит новую цепь, здесь же на противоположной цепочке праймер становится с другой стороны, и здесь он тянет эту ДНК только вот отсюда, видите? Получается, при втором цикле у нас вот такие две цепочки получаются, одна ДНК будет состоять из одной очень длинной цепочки, а вторая наполовину, а другая ДНК будет стоять наполовину длинной цепочкой, и одна цепочка вот эта вот именно та ДНК, которая нам нужна. Если представить себе, что у нас начался третий цикл, и вот эта вот ДНК она еще раз поделится, вот тогда у нас получится ДНК, которая будет состоять именно из такого узкого, такого, скажите, пространства, то есть вот такой короткой длины, внутри которой будет находиться наш ген, и он будет дальше размножаться, дальше, 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 то есть дальше уже вот эта вот ДНК, она будет при всех дальнейших циклах давать только вот такой определенный то есть тот же сам кусочек потому что здесь будут праймеры становиться с двух сторон то есть смотрите вот если вы посмотрите внимательно эту схему она про той самой говорит не дать уж здесь посмотрим вот вот эти видите серенькие это они специально действуют так она не не прям заканчивается как будто но как немножко выцветает то есть они имеют ввиду здесь вот эти вот кто рисовал рисунок что днк она продолжается сюда и сюда то есть первом цикле она очень длинная но когда первый цикл заканчивается вот видите происходит репликация вот что на что после первого цикла две молекул но одна из них уже не такая длинная то есть одна цепочка этих молекул не такая длинная потом когда происходит третий цикл у нас вот только появились в этом цикле вот они видите белым цветом выделены 2 днк который именно той самой длины который нам нужна вот она ведь и начинается с этого праймера и заканчивайте праймер при дальнейшем при дальнейшем что будет то есть мы они будут умножаться то есть их будет все больше и больше давайте сразу посмотрим сколько у нас здесь будет то есть здесь у нас третий цикл показан а у нас просто спрашивать четвертый цикл то есть вот этот цикл еще один плюс вот этого днк который показан белый цвет они конечно дадут такие же как они сами днк нужно длины то есть два будет днк днк нужно длины и плюс еще вот эти вот днк скотчку от 1 2 3 4 вот из них выйдет вот когда произойдет репликация и они разойдутся с каждой из них одна одна половина днк будет то есть так один напишу 11 они будут иметь вот такую же длину короткую то есть будет или длину который нам нужно и получается если это мы все вместе сложим 4 плюс 4 получается 8 должно быть 8 давайте посмотрим так лет на самом деле что там до ответ был 8 вопрос есть у вас нету просто я что будет там нужно оказывается определенный ген до определенной длиной и молекулы днк там же 16 да да вот да и такой вопрос обманка кстати он несколько раз уже выходил на разных олимпиадах и имейте ввиду что если у нас будет не 4 цикла там 30 циклов 50 циклов со временем вот этих вот именно днк который нам нужно необходимым длины короткой да их будет настолько больше чем других что вот этих других даже не учитывают хорошо идем дальше следующий вопрос на одной плазмите содержится 4 сайта инстекции 1 из текста сколько молекул здесь к 4 получится я не буду даже объяснять легкий вопрос я думаю то есть она же круглая 4 сайта инстекции если порежется будет 4 фрагмента следующий вопрос одна из текста за имеет сайт инстекции g и эти тиси вот в этом вопросе по сути не важно какая у них сайт инстекции главное что лишь 6 нуклеотидов посмотрите давайте здесь я покажу джи и эти тиси вероятность того что вот в этом месте то есть когда вот у нас днк стоит когда скажем очень длинный миллион пар оснований и если мы представим себе что эти нуклеотиды собрались здесь там то есть собрались там рандомно вероятность того что именно такая последовательность встретиться будет какова вероятность того что первый нуклеотид будет г это 1 4 вероятность то что здесь будет а тоже 1 4 то есть вероятность каждого них 1 4 потому что всего 4 варианта нуклеотидов и они все равновероятны а вероятность того что именно г а а т т т т с именно они соберутся здесь мы просто умножаем это все друг на друга и это у нас получается тактича калькулятор это получается 1 на 4996 то есть вот такая вероятность того что 6 нуклеотидов соберутся вот именно в такую последовательность если мы то есть мы знаем что там миллион нуклеотидов и если мы этот миллион поделим на 4096 сейчас я поделюсь миллион делить на 4096 получается то есть из миллиона нуклеотидов 244 должны быть именно такая вот такой сайт рестрикции то есть по теории вероятности если распределение что рандомно то скорее всего в миллионе пар нуклеотидов будет примерно от 244 именно вот таких последовательностей понятно а мы не будем учитывать комплементарную она же цепочная если так делать то 488 выйдет так тебя плохо слышно если честно но насколько я тебя понял смотри ты имеешь ввиду что вот если у нас здесь г а а что там было т т ц то комплементарная цепочка здесь у нас будет жеBS g а а т т ц ну в любом случае даже один и тот же сайт рестри Nixon нет то есть здесь все будет разрыв же получается как в один разрыв то есть ты можешь finish наятно считать ты можешьirts gone еще на парад communauté то есть здесь bliver а т т т ц кстати мне кажется есть особо такой разницы нет до time Books на выпускова сколько сайтов рестрикции будет если кто то есть и для первой или второй цепочки вероятность того что здесь будет га ттц будет одинаковыми поэтому там там будет 244 понятно понятно идем дальше следующий вопрос а ну хорошо это вопрос он вот здесь вот прям прям это вопрос этого с презентации помните вот в презентации был такой вопрос где была такая тема то есть где показывали как вот вот это вот именно вот именно эти слайды ну получается давайте здесь не буду объяснять потому что это вот здесь вот прям разжеванного к сети два слайда прочитать все разжевали поэтому просто ответы скажем два последних ответа мы заранее конструируем эту плазмин так чтобы сайта инстекции находился внутри какого-либо важного гена затем с помощью биохимических приемов можно селективно выбрать те бактерии у которых ген не работает и мы заранее размножаем наш ген на миллионы копий чтобы почти все выросшие колонии бактерий менее наш ген но это с помощью пациент делается поэтому идем дальше у вас имеется сегмент днк вот такой сегмент днк да какой здесь обработок можно получить днк длиной 600 пар нуклеотидов так смотрите ответ здесь не пошла потому что типа будет последний же ответ а в ответе там вообще другое спрашивала нет здесь смотрите правильность вот если ты обработаешь это днк хин 3 и qr 1 вот она здесь поделить здесь будет здесь поделить получается ответить уже не пищи у него то есть не городе так скажем она поделила лист 1000 нуклеотидов хин 3 подела здесь и здесь получается 600 осталось ну и второй кусочек лет который ордос на вот в этом месте он как раз таки больше 600 600 по недам понятный тихим 3 здесь разделил и то есть и корр один здесь разделила хин 3 здесь здесь вот этот и на эту часть будет 600 поэтому обработка двумя листик тазами это будет правильный ответ вопрос есть дальше на этом сути витивизации клинируем днк икс гена матери ее ребенка а также был один мрнк из гена из мозга и сердце ребенка которые были прощены к днк и также сегвенированы какое утверждение является верным ну здесь надо просто внимательно смотреть рисунок это секре помните мы вот этот вот такой метод секре не проходили с вами ну или похоже и здесь вот посмотреть на вот эти вот распределение как у матери вот как у отца да идет давайте посмотрим и так отец должен быть детей сгодным по этому локусу правильно это или нет скорее все я думаю что да потому что почему так дума потому что смотрите здесь если посмотреть на отцовскую то по крайней мере вот здесь вот вот давайте так это увеличу его вот здесь вот видно что если красный идет а там еще синенький идет то есть по крайней мере вот по одному как минимум нуклеотиду у него две версии здесь для этого гена и версии кстати это правильно ответ или нет вдруг я сейчас говорю это кажется неправильно а это неправильно только сердце ребенка ген x это мало это не отец это за ребенок не понял я тупо ну извиняюсь извиняюсь ну короче да получается отец должен быть 10 год в эту локусу мы никак не можем это ответить потому что мы не видим его поэтому осен нефти алмамис то есть кон как мы не видим поэтому не знаем следующий в мозге ребенка ген экспрессируется из материнской хромосомы мозг ребенка вот он из материнской хромосомы если он именно из материнской хромосомы конске биоса но должен быть точно по точно прям один в один совпадать а он скорее всего сейчас совпадать не будет где-то там вот в этом месте кажется не совпадает ведь есть т вот gttc а здесь gtcg то есть вот этот нуклеотид видите этот нуклеотид он его именно акис акис с этим то есть видимо акис нен кельен то есть ребенок и через год видите акис нен кельен здесь у него синенькая поэтому вот этот вот то есть именно в мозгу который стоит клетки они транскрибируют не из материнской из отцовской потому что если этот не красная а синий к линии ну здесь правильно сердце ребенка если экспрессируется с хромосом обоих родителей сердце давайте посмотрим почему они как что обоих именно а потому что опять же вот здесь видите две полоски идут вот красненькая и вот здесь посадить там синий кого здесь вот вот в этом вот в этом нуклеотиде они обе присутствуют получается эти что у матери же здесь в этом месте получается тоже вот а у ребенка здесь т и вот какая-то другой еще нуклеотид значит там и к днк работают и отцовская и материнская это правильно ну и тюзар достоверно показать независимость пластин гена x это неправильно потому что это никак не показать это про сплайсинг геном и ничего не видим хорошо понятно вам здесь все до поняла обычной стратегии выделения генов определяющих какой-либо признак является исследованием статистической связи между типом большим количеством личных вариантов значит здесь у нас единичные нуклеотидные варианты то есть вот их пять вариантов и смотрите вот у людей показано те у которых а а у них рост 170 у которых отце ну то есть имеется ввиду в одном аллее а а в другом аллее c у них у них тоже 170 а те у которых например в обоих аллее cc именно в этом месте да у них рост 175 ну то есть о чем здесь говорится ну какой-то определенный нуклеотид в геномной карте человека берем водами 1 этот нуклеотид вот именно в этом месте у всех людей мы у 20 тысяч и посмотрели какой он и заметили что если у человека вот в этом месте там же вы помните то что у диплоидных организм за два двери что если эти две аллеи в этих обоих мест нуклеотид а и а то у него 170 сантиметров рост если отец пути а если у него cc то 175 и вот таким образом мы должны вот эти результаты анализировать и поставить правильно это или нет вот давайте посмотрим в противоположность sn2 snf 1 и 3 тесно связано с геном которую доминант состоять то есть смотрите у нас 1 2 нуклеотиды у них такое ощущение как будто вот есть взаимоотношения доминантный рецессивный между аллелями видите например здесь у нас доминантный аллейку который нуклеотид а вот если отцы все равно будет а здесь на доминантный аллей то у которых у которой нуклеотид тоже а то есть если гг только в этом случае у него получается в действительно в 1 и 3 у нас есть взаимодействие которое связано именно с доминантным рецессивным состоянием а во втором нуклеотиде как будто у них вот это как называется неполное доминирование сяхта то есть здесь вот вот этот низкий рост это высокий а если обе аллеи присутствуют это промежуточный вариант теперь следующее сочетали c у ср скинется популяция с 50 до 30 то средний рост увеличится так здесь у нас 4 c то есть если c снижается с 50 до 30 до 30 значит вот этих вот а а варианта будет больше ну то есть здесь например скажем когда у нас 50 у нас вот этих вот которого то сна вариант а c их половина то есть пять процентов а вот этих вот а а и cc их по 25 процентов арка 25 процентов если же у нас вот это вот c становится 30 процентов тогда давайте я вам рассчитаю хотя по идее мы если честно эту тему еще вот наши в курсе не проходили ну ладно я напишу например у нас 0 3 это частота гена c тогда cc будет у них у него чистота 0,09 а оба чистота 049 ну то есть 07 07 умножку к нам будет 0,09 кажется и отце это будет 07 умножить на 0 3 и умножить на 2 сейчас одну минуту 0,09 то есть смотрите изначально то есть до того это это в случае если если частота c равна 0 3 то есть 33 процентов если же c частота равна 0 5 тогда вот этих вот cc их будет 0 25 а а их будет 0 25 и отце их будет 0 5 но мы знаем смотрите мы знаем что когда оба акции а а и cc они высокий рост а вот это у нас на это будет низкий рост получается здесь у нас а здесь будет кстати да вот этих вот низкий рост и высокий рост и низкий будет 50 на 50 а здесь у нас высокий рост будет уже 58 процентов высокий рост и низкий рост будет 42 процента и тогда действительно это утверждение правильное то есть если мы если c читали c снизится с 50 до 30 то средний рост увеличивается то есть увеличивается количество тех кто высокий рост имеет если вот то что я вам то что объяснял здесь вот то что то что мы написали вам непонятно не расстраивайтесь мы еще в нашем курсе теме не проходили хотя в принципе 10 9 класс они 10 класс они должны это знать это называют популяционной генетика идем дальше поскольку средний рост популяции составляет 185 сантиметров частота аллеля а с nf1 должна быть ниже 30 процентов здесь тоже связано с популяционной генетикой в принципе есть такая жилой к примере это каждую как здесь то есть если вы знаете закон популяционной генетики это тоже не тяжело доказать а если вы их не знаете то что сейчас буду обещать не имеет смысла потому что эту тему проходить поэтому давайте я пойду дальше с вашего позволения следующий вопрос каковы будут первые 10 нуклеотидов секвенируемой нами днк вот здесь нужно внимательно смотреть на оттенок первая полоска то есть видите торчит это скорее всего вот этот цвет то есть это ты будешь следующая полоска видите такой немножко тусклый такой светлый это скорее всего c то есть вот и c потом такой темно-зеленый это а потом темно-желтый это будет g потом светло-желтый это опять c потом g потом t и темно-зеленых 2 то есть он длинный значит а а подряд 2 а идут ну и потом 2 г идут но нам нужно было первые 10 поэтому такой tc а g c g t а а д вот такой ты принимался ну или если написали маленькие буквами тоже принимался понятно вопрос есть нет это секвенирование то есть это вот мы на уроке проходили метод секвенировать дальше идем для того чтобы определить экспрессируется ли нам известный ген данной группе клеток или нет мы проводим пациент в котором в качестве праймеров используем последовательности комморитар нашему гену какой имя днк мы используем такого пц анализа мы используем к днк полученную из мрнк клеток то есть ссылку мрнк это значит что в клетке вот на перед когда там ядро и в ядре лежат все гены есть все гены есть но не все гены работают то есть экспрессируются лишь некоторые гены те гены которые экспрессируются из них днк создается рнк который превращается в матричную рынка и потом эти мрнк выходят то есть получается 100 плазме те мрнк которые плавают это именно мрнк тех генов которые работают которые экспрессируются в данной клетке мы берем эти мрнк и с помощью обратной транскриптаза из них создаем к днк и таким образом это будет к днк именно тех генов которые экспрессируются что и спрашиваю нас вопросе идем дальше каком варианте используется обратная транскриптаза для того чтобы днк чтобы создать днк и затем амплифицировать ее здесь навела и имел среду ртпцр то есть ревер станции тест обратно транскриптаза и потом пцр пц размножает днк то есть копирует ее в большом количестве это есть амплификация то есть амплификация когда мы копируем и создаем очень очень много копию следующий вопрос на исходке видите днк профайл четырех людей какой вот можно сделать так смотрите здесь мы видим днк профайл то есть если ребенок этот ребенок как мы знаем он получает днк половину геномом получает от матери то есть половину будут весь геном гоплоидный и весь геном получать отца получается получается он получает от них полный набор всех хромосом то есть полный набор генов и соответственно если у него какая-то полоска есть из этих значит эта полоска должна быть обязательно в одном из его родителей если вы посмотрите вот так вот внимательно вы можете сразу питья куда что а вот первое что бросается в глаза а не может быть ребенком то есть здесь по крайней мере нету одного из его родителей то есть видите вариант вариант они показаны так что здесь есть два родителя получается у а здесь точно нету двух родителей здесь у него может быть один или вообще нет потому что вот 1 у него 1 1 полоска он должен откуда-то взять он не мог взять ни от b ни от c ни от d получается а это не ребенок ну вот эти два варианта уже откидываем потом смотрим дальше анализирует таким же образом мы можем привести к тому мнению что бы тоже не является нищим ребенком потому что здесь у нас видите вот полоска ангон ее не взял ни от а ни от c ни от d получается у б точно нету здесь двух родителей либо у него есть один родитель есть либо вообще нету родителей то есть бы это тоже не ребенок бы тоже а здесь бы не был к сперва ряд ну и соответственно давайте c посмотрим вот если вы пронизируете c и d они оба могут быть детьми а и b вот например давайте посмотрим вот c берет вот этот аллею не откуда днк она у него от б в это днк у него от а вот это днк у него тоже от б теперь вот этот днк у него от а это вот от а это от б вот эти здесь асбс а с б то есть получается c может быть ребенком а и б потому что он откуда-то из них берет эти вот днк и dc тоже тоже проверите если бы например скажем у c была бы какая полоска который нету у а и б тогда мы сказали а значит а и бы не являются родителями или как минимум один из них не является его родителям соответственно будто какие правильные ответ то есть если вот логику понять ответ будет цель является ребенком а и b и d и церковь это будет правильно а это понятно да все понятно продолжаю это тоже вот логику научитесь поднимать потому что нет нет на не проекта выходит в этот вопрос следующий в индейских пленах америки альбинизм появляется у одного из ну а но конечно альбинизм здесь они говорят то что вот если у нас скажем этот нормальный цвет кожи да и а маленькая это альбинизм если если у него а большая большая нормально если большая маленькая он носитель но у него нормальный цвет кожи а если а маленькая маник и тогда это альбинизм. И вот смотрите, значит, спрашивается, у каких людей цвет кожи будет нормальным. А, еще здесь самое главное, самую важную информацию я пропустил, что предыдущий вопрос так говорил здесь, смотрите. Так, 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 так. Альбинизм является результатом мутации, делеции именно. Что такое делеция? Вот на одном из наших уроков мы говорили, вот у нас ген, да, вот это нормальный ген А, и делеция, значит, у него какая-то часть пропала. То есть какая-то часть его, не знаем, маленькая или большая, может половина, может 8%, может 5%, но какая-то его часть, например, скажу, эта часть, она просто ушла, исчезла. И вот эти вот, он стал короче, короче. И если он становится короче, это будет у нас уже ген А маленькая. Получается, нормальный ген, он должен быть длиннее, у него ДНК должна быть длиннее, у гена А большая, а у гена А маленькая, у него ДНК будет короткая. И если посмотреть вот сюда, такое ощущение, что Н5 – это организм, у которого генотип А большая-большая. То есть А большая-большая, видите, у него ДНК тяжелая такая, поэтому она остается сверху. У С, скорее всего, генотип А маленькая-А маленькая, потому что у него все ДНК уходит далеко вперед, то есть она короче, чем у Н5, значит, здесь произошла делеция, и значит, у него А маленькая-А маленькая генотип. Н4 тоже А большая-большая, как Н5, а вот Н2, Н3, смотрите, у него есть и здесь, и здесь, значит, скорее всего, оба этих организма являются гетерезиготными. То есть, получается, у них есть А большая, но есть и А маленькая ДНК, то есть и та, и та ДНК у них есть. Я, правда, естественно, не совсем понял, почему эти А маленькая, они больше, чем вот этих А большая, но тем не менее здесь явно видно, что вот этих А большая, вот эти ДНК, они появляются. Получается, Н2, Н3, они тоже гетерезиготные, они носители, но при этом у них нормальный цвет кожи. будет нормальный цвет кожи, и получается, будут все ответы, кроме С. Вопросы есть? Нет, М это, вот насчет М, кстати, я тоже на уроке почему-то забыл об этом сказать. Когда делают электрофорез? Вот когда делают электрофорез, вот это очень важно, послушайте. Когда, например, скажем, вот у нас есть лунки, ездят специальные, и ты в пробирке, у тебя есть ДНК, ты эту ДНК поделила какими-то рестриктазами, и когда ты делишь их рестриктазами, получается, что у тебя там плавают какие-то кусочки, да? Но если это неизвестная ДНК, ты не знаешь, какие кусочки у тебя появятся. То есть ты, например, скажем, заливаешь сюда, и здесь, например, скажем, три кусочка вышло, да? Вот так, вот так, вот так. Понятно, что вот здесь три кусочка у нас появилось, но ты можешь сказать вот это вот сколько именно нуклеотидов, а вот это сколько нуклеидов, а это. Вот мы, скорее всего, не сможем отыскать. Мы тоже знаем, что вот здесь нуклеотидов меньше, чем здесь, а здесь меньше, чем здесь, но сколько точно мы не сможем. Вот для этого люди используют маркеры. Маркеры — это такие вот IDNK. Они обычно вот таких вот плотно упакованных в пробирках продаются, такие маленькие пробирки длиной 7 3 4 сантиметра там плавают днк определенной длины то есть специально сюда компании которые выпускают этот продукт они специально сюда вот в этот раствор поместили днк длиной 100 200 500 там 1000 2000 полторы тысячи то есть и когда ты маркер заливаешь сюда ты получаешь такие вот скажем 100 200 500 там 800 пускай будет 1000 1200 и они даже здесь вот на упаковке пишут их длину основания и ты знаешь точно что там именно такие днк ты видишь полоски ты лишь х значит это вот 100 вот это 200 это 500 скажем на это 800 это 1000 и потом из-за того что эти то есть вот это днк днк они подвергаясь одинаковым электрофорезу одинаковое количество времени начали закончили получается ты относительно этих полосок можешь судить о том какие здесь полосы то есть это лишь она чуть-чуть дальше ушла от 1000 но еще не дошла до 800 поэтому она примерно в 900 пар нуклеотидов а здесь скажем примерно 400 а вот здесь ну примерно 300 уже хотя бы примерно мужу можем говорить смотря на маркер понимаете вот маркер он всегда его ставят либо пей первым либо последним чтобы по нему примерно количество кредитов других днк они очень дорого стоят не знаю сколько сейчас не стоит но когда мы работали они стоили одна такая пробирка где-то 7 8 а ну 700 800 долларов стоило на почему так долго потому что это очень тяжело в раствор сделать такой раствор чтоб там только днк плавал и больше никто писать и вода и только днк и больше нету никаких других белков ферментов прочее ну хорошо так вот маркер ну понятно ответ здесь понятен идем дальше тот же вопрос но теперь уже опять же про популяционную генетику один из 1600 я это просто так сделаем все-таки это пуляционная генетика темы которые мы не проходили которые будут проходить в следующем месяце может быть через месяц через два поэтому я его объяснять не буду потому что те кто эту тему не проходил никогда они все равно не поймут после объяснения а те кто эту тему знает они и без моего объяснения запросто могут сами решить этот вопрос ну один из 1600 а маленько-маленько рецептивный и соответственно туда можно искать других идем дальше вот в этом вопросе была опечатка к сожалению я ошибся 10 минус 29 10 минус 26 должно быть и получается смотрите что у нас что мы имеем вот они взяли посмотрели вот эти нуклеотиды у всех людей и заметили что над мне скажем вот здесь вот например нуклеотид вот это у нас минус 36 это минус 35 же вот минус 35 у нуклеотид минус 34 нуклеотид у девяносто одного процента людей в этом месте а это минус 36 минус 33 у 100 процентов людей здесь т потом здесь а а а и опять а то есть они попросили написать от минус 37 до минус 26 а нет прожить минус 35 а нет правильно было минус 29 правильно правильно минус 23 да 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 извиняюсь минус 26 минус 25 минус 25 минус 29 перепутался получается здесь нужно было вот отсюда минус 35 минус 34 33 32 31 30 и 20 вот отсюда надо было написать и получается ответ будет т.а.а.а.а.а.а.а. все по этому посмотрите понятно делиться этой мутации этой мутации да сми успеет резко снижать связывание матричной то есть рнк полимераза с геном ну и соответственно она уменьшает активность экспрессии эти генов то есть эта последовательность она за стата бокс по идее какие то есть как какой тип элементов это может быть это может быть либо оператор либо промотор либо энхансер промотор и оператор вот или честно немножко забыл кто-то из них кому-то из них прикрепляется рнк полимераза то есть если рнк полимераза если убираем последовательность она не сможет связываться с этим геном и соответственно транскрипции происходить не будет если же то есть кто-то из них является вот именно промотор или оператор то местом где прилегается рнк полимераза рнк полимераза точнее а второй из них для этих двоих это тот с которого начинается транскрипция то есть получается оба из них если они уйдут конечно активность транскрипции снизится поэтому это может быть либо то либо то ну или это может быть энхансер энхансер это последовательность которая усиливает экспрессию этого гена то есть это не промотор не оператор контакт не присоединяется рынка полимераза с него не начинается транскрипция но это последствия который находится далеко или близко от кена но она усиливает экспрессию или транскрипцию этой этого гена получается если мы энхансер уберем будет такой же эффект как если мы убьем промотор не оператор то есть ген работать не будет скорее всего следующий вопрос здесь понятно все следующий вопрос смотрите здесь у нас здесь вот вирус показан да смотрите какие последовательность показывают мрнк а укажите последствия которые могут приводить к образованию двух полипептидов указанной рамки считывания то есть вот эти вот стопка доны а у а какие него а а у а г и у г а так вот где они встречаются здесь одну минуту вот это да еще есть стопка дона ну вот здесь вот вот этот стопка дон да еще есть есть стопка дона брюши получается смотрите о чем это говорит если происходит транскрипция и трансляция то есть трансляция происходит вот либо сону так вот создает нуклеотид нуклеотиды она доходит отсюда и здесь она может либо остановиться либо продолжить то есть 95 случаев у нас остановилась остановится но 5 процентов случае надо будет дальше идти и получается у нас из этой последовательности были два варианта генов то есть варианта белка два варианта один покороче другой чуть подлиннее теперь б да б да скорее все топка дон я я бар б да да бар ну короче да получается уже это подпадает под наш ответ то тогда он будет либо останавливаться либо идти дальше и по ответам есть на этот б ц е есть такое а д ф он дай наш дежок дефт а скорее всего стопка дон еще не дежок да получается я жжок хорошо получается логика понятно все очень смотрите диктор коздаш что я хотел бы сказать вот во всех этих вопросах в принципе вот таких прям много знать не надо надо просто этот вопрос сесть внимательно в нихнуть в него разобраться конечно надо знать определенные вещи то есть вот это уроки победе технологии надо взять и послушать уроки которые до этого мы тоже проходили тоже на взять и послушать и плюс еще нужно еще иметь соображалку хорошую то есть вот здесь вот догадаться как нужно здесь делать да ну здесь вот то что прочитать надо и прочее прочее поэтому их любят составлять то есть авторы любят такие вопросы делать слушай носа просто назарова дар если чё потому что за эти вопросы часто дают много баллов а ребята вопрос есть у меня просто интернет залагал можете на вот эту схему где нужно было нуклеотиды желтый зеленый там света же есть там вроде ответ неправильно да у вас так восьмой и девятый там же почек 2 c а g c к т а а г нет правильно все здесь все правильно здесь надо просто вот эта вот длинная полоска она обозначает что вот эти а их 2 там 2 а а здесь 2 2g вот поэтому на длина веселец вот на бедах просто очень длинная там значит четыре подряд гейдер это тоже не забывайте потому что на этом тоже могут вас подловить потом еще сообщение да кто-то спрашивал насчет вопросов какой-то вопрос спрашивал кто-то не помню забыл вопрос еще нету ай спасибо все понятно рахмет спасибо и запись спасибо за запись до свидания спасибо за разбит